Как прошло открытие спортивных азиатских игр, сколько людей стали жертвами самого масштабного наводнения в Индии, как жители Америки почтили память легендарной певицы. Об этом и не только далее в нашем обзоре. В Генуи завершилась поисковая операция возле разрушенного автомобильного моста. Количество погибших выросло до 43. Еще 9 находятся в больнице. Четверо из них в критическом состоянии. На месте происшествия отправили технику, которая продолжит разбирать завалы. Прокурор Генуи заявил, что причиной обвала моста Маранди стал человеческий фактор. Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали более 300 человек. Еще 200 тысяч остались без крыши над головой. Власти страны назвали наводнение самой страшной катастрофой за последние 100 лет. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли спецслужбы и военных. В Куала-Лумпур прошел необычный фестиваль, во время которого сжигают изображение китайского божества Дэ Ши Йо или голодного призрака. Несколько сотен человек прошли по главной улице города с фигурой божества. Действие сопровождалось песнями и ритуальными танцами. Местные жители верят, если бумажную статую сжечь в соответствии с древними традициями, духи будут сопровождать человека на протяжении нескольких недель и оберегать от негативных эмоций. В памяти Ареты Франклин тысячи людей продолжают ежедневно приходить к дому звезды в Детройте, где она провела свои последние дни. Арета умерла от рака поджелудочной железы, который ей диагностировали несколько лет назад. Певица стала популярна еще в 70-х, а ее самой известной композицией стала песня «Респект». Традиционные танцы и красочный фейерверк. В Джакарте стартовали летние азиатские игры. Спортивный праздник начался с ритуального танца, который внесен в нематериальный список наследия ЮНЕСКО. Завершили церемонию факелоносцы, взобравшись на импровизированный вулкан. Участником Азиады станут почти 10 тысяч спортсменов из 45 стран.